Кирпичи, доска, трос. Это нехитрая конструкция, полагает предприниматель Махбабахан Модолеева, защитит ее кафе от незваных гостей. Вот и восклицательный знак на стеклянных дверях, кстати. Вроде как предупреждает о возможных последствиях. Что вы делаете? Дети тут, идите отсюда! Дети тут! Признайся, что ты деньги брал! Признавайся, что ты деньги брал! Я хочу зайти в свое помещение. Дай наши деньги, потом уйдем. Я жду полицию. Прорваться пытаются владельцы. Заверяют, бизнес-леди не платят. А потому договор с ней давно расторгнут в одностороннем порядке. Найдены новые арендаторы. Но в таких условиях они не могут трудиться. Женщина ночует на работе. В прямом смысле. Вместе с малолетними дочерьми. Всего у нее пятеро детей. Так Махбабахан Модолеева пытается отстоять помещение, на ремонт которого потратила внушительную сумму. Вот, 45 тысяч рублей. Не надо, не буду давать. Нет, за какой период? Не надо. Они порвут. Они уже порвали. Вот, 113 тысяч рублей еще 11 июня. О чем он говорит, что он расторгнул договор? Какой договор? Он мне ничего не давал. Брал с меня деньги. Почему я должна освобождать сейчас помещение? В суете, конечно, сложно разобраться во всех бумагах. Вот и сотрудники полиции даже растерялись. И сами не рискнули входить в заведение. Предприниматель Махбабахан Модолеева рассказывает. Приехала в Москву из Узбекистана почти 20 лет назад. Начинала работать пекарем. Когда нашла это помещение, договорилась с владельцами. Делает ремонт, а они, в свою очередь, дают два месяца арендных каникул. После уверяет, исправно платила. Откуда образовался долг в полмиллиона, якобы не знает. Они мне угрожали все мое имющество вывезти в помойку. Я тут помещение не могу оставлять, потому что все это на мои деньги куплено. Знаете, эти деньги я сколько лет работала? С пяти утра до двенадцать часов ночи, оставляя детей. Бросая детей. Я одна их на ноги подняла. Ничего личного, просто бизнес. Говорят владельцы здания. Предупреждают, церемониться не станут. Вы собираетесь подавать? Нет. Не собираетесь? Даже если вам сейчас не освободят помещение? Нам его освободят, вариантов нет. Почему вы так уверены? Я вот через окно зайду в помещение. Это мое право. Я, собственно, их к этого окна, я могу его разбить и ходить по своим полам. Меня в этих правах никто ограничить не может. Многодетная мать, понимая, что вряд ли сможет отстоять помещение, решила продолжать борьбу в правовом поле. В один конфликт ей пришло уведомление, причем уведомление уже о расторжении договора. Не удавление о том, что они будут расторгать, которое в течение 30 дней должно перед расторжением приходить. О том, что они уже в доставленном порядке, расторгали договор в связи с тем, что не была внесена часть обеспечительного платежа. При этом на руках у нее имеются приходные кассовые ордеры, и она это показывала в том числе должностным лицам. Именно на том, что директоры кафе не предупредили вовремя за месяц о расторжении договора, адвокаты будут настаивать в арбитражном суде, если не получится договориться мирным путем. Виктория Юдина, Мария Семенова, Матана Трагимова, Савва Морозов. Для компания НТВ, Москва.